Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про блестки в вине. Что это такое, как оно выглядит и что делать, если вы в своем вине это обнаружили. Итак, ситуация. Вы подходите к вашему вину, как правило темному, и видите, что там плавают какие-то блестки. Количество этих блесток может быть очень разное. У меня вот их сейчас, ну так не очень много. Может быть практически сплошная пленка из них вот прям так вот плавает на поверхности. Также вы можете заметить и странные явления в толще вина. Смотрите, я посвечу, и вот оно прям вот все, все в таких блестках, да? Вот с этой стороны все понятно. Блестки на стенке. Это винный камень. А вот прям вот в толще. Посмотрите, какая красота. Прям вот такой перламутр-перламутр переливающийся. Посвечу с разных сторон. Вот такое вот явление. Я уже проговорила, что это за явление. Бояться его не надо. Это соль и винной кислоты. Когда я вам подробно рассказывала про винный камень, я говорила, что винным камнем называют калиевую соль винной кислоты. Есть еще и кальциевая соль. Какая именно из них в какой момент проявляется, мы с вами не знаем. Но калиевая соль, она больше кристаллизуется, когда у нас холодно, а кальциевая от температуры зависит меньше. И как видите, как по-разному себя ведет. Я вам показывала на розовом вине, что там все на донышке собралось. Здесь собирается по-другому. Здесь сколько у нас стеночка. В кристалликах. Плюс в толще плавает, плюс по поверхности плавает. А вот я вам тоже показывала вот такую вот штучку. Тут камера сфокусируется, либо нет. Ну, не важно. Вот такая вот прикольная штучка. Это вообще собралось в соке. Обычном виноградном соке, который просто стоял в подвале. То есть вот где-то был центр кристаллизации, и он оброс этими самыми кристалликами. То есть со временем вот эти вот блесточки, они будут между собой собираться, 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 склеиваться, склеиваться. И где-то там находить себе пристанище, скажем так, либо на дне, либо на стенках. И тоже я вам говорила, что можно опустить какой-то нейтральный предмет. Он будет так называемым центром кристаллизации. И вот эти кристаллики, они просто будут, скажем так, садиться, закрепляться на вот этот предмет. Поэтому вот этих блесток бояться не стоит. Ничего страшного в этом нет. Это обычная соль и винной кислоты. И это нормальный закономерный процесс. И может быть так, что у вас вино вроде как постояло на холоде, винный камень. Выпал, вы его с осадка сняли, а через некоторое время заметили эти блестки. Повторюсь, что соль у нас двух типов, калиевая и кальциевая. Калиевая под холодом выпала, могла остаться кальциевая. Со временем она тоже осядет. Но со временем. Поэтому вот мы наблюдаем такое явление. В некоторых случаях оно нас пугает. Так пугаться этого не стоит. Потому что слышала даже такие домыслы. Когда человек прислал фотографию таких вот блесток сверху, ему ответили, что это возможно вообще раздробленные косточки. Возможно вино уже давно испорчено. Нет. Вот эти блестки, если вы увидели их очень заметно именно на темных винах, и ничего страшного в этом нет. Нормальный закономерный процесс. Также как-то был вопрос в комментариях, что ой, ну никогда такого не было. Если винный камень не выпал, то уже потом никаких помутнений не будет. Может быть. Кроме того, напомню, что когда я вам рассказывала про образование винного камня, я говорила о том, что на него влияет яблочно-молочное брожение. А эта штука у нас такая хитрая. Когда хочу, тогда иду. Так вот, если оно не завершилось, у нас часть камня может выпасть. Потом еще пройдет там втихоряшечки яблочно-молочное брожение. У нас освободятся ионы калия или кальция, которые соединятся с оставшейся винной кислотой, опять образуя вот эти самые кристаллики, вот эти самые соли. Зависит это от очень многих факторов. В первую очередь от того сырья, которое вы используете. От того, сколько там было калия и сколько там было кальция. Ну и сколько, понятно, самой же винной кислоты. Так что не боимся. Ничего страшного нет. Оставьте это вино в покое. Со временем все осядет. Как быстро я вам сказать не могу. Потому что, напоминаю, одни быстрее образуются на холоде, другие им просто надо время. Единственное, о чем можем ускорить, тоже я уже проговорила, положить какой-то предмет, чтобы кристаллом было быстрее за что-то зацепиться. Так что, как видите, блестки в вине это не проблема. И страшного в этом ничего нет. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще будет, ссылка на каталог наших сортов винограды и мой контакт. До новых встреч!